Сегодня мы поговорим о том событии, которое состоится в конце этого года, о концерте, который я решил назвать «Один против судьбы», потому что этот концерт будет включать музыку композиторов, которые действительно были борцами в свое время и они боролись за счастливую жизнь не только себя самих, но и потомков, и они были мощными фигурами. То есть уже даже имена Моцарт, Бетховен для любого даже самого далекого от музыки обывателя звучат как некие вехи, и они были людьми, которые создавали эти вехи. И мы сыграем музыку четырех композиторов Моцарта, Бетховена и во втором отделении Шуберта и Вебера. Все эти композиторы объединены, на мой взгляд, одной важной деталью, которая через их творчество проходит, это титанизм, я бы сказал так. То есть они существовали в неком ином измерении, в неком ином мире, в котором мощные темные силы противостоят свету, к которому они стремились. И в каждом произведении они приходят к этому свету. Причем Моцарт приходит к более теплому свету, а Вебер приходит к просто ослепительно-белоснежно-яркому. Для музыкантов это понятно, до мажор — самая простая тональность, и в конце овертюры Вебера звучит как раз светлейший до мажор. И это очень знаково, потому что эти произведения, все, которые мы будем играть, они все объединены одной идеей. И поэтому этот концерт для меня составляет единое целое. Это был специальный, эксклюзивно придуманный концерт именно для Курганской филармонии, именно для окончания сезона. И я в первую очередь ориентировал этот концерт для очень активных людей, для людей, у которых есть своя позиция жизненная, которые хотят каких-то изменений в России. Вообще вот та программа, с которой я еду, она предполагает активную публику, такую же активную, каким считаю себя я и каким будет оркестр, потому что оркестр абсолютно сто процентов будет очень активен.